О первых результатах в развитии данного вида единоборств говорили на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым. Губернатор Край отметил, что новая дисциплина в школьном расписании поможет не только вырастить чемпионов, но и научит молодежь оборонять себя в экстремальных ситуациях. Не важно, чтобы на самом деле самбо не просто появилось в школах, оно прижилось и оно стало тем, может быть, любимым видом спорта, которым будет заниматься кубанская молодежь. Молодежь и вкусы молодежи надо формировать, иначе они без нас сформируются под влиянием или интернета, или непонятно каких еще источников. Мы враждебно настроены. Самбо это самооборона без оружия. И наша молодежь, она просто должна быть готова к самообороне. Мы выйдем на полный охват школ, обязательным уроком самбо, всех школ Краснодарского края и создание единоборств, турниров, соревнований, именно той массовости, которой сегодня отчасти не хватает. Сегодня школьный спортзал – самое доступное место пешей доступности для того, чтобы заняться спортом. А самбо достаточно в финансовом плане доступный вид спорта для всех, для всех слоев населения. На уроках по самбо детям показывают, как правильно падать и освобождаться от захватов, а также рассказывают об истории этого вида спорта. Чтобы обучение было комфортным, уже сегодня в школы закупили специальный инвентарь для занятий этим единоборством. Также больше 150 учителей физкультуры прошли повышение квалификации. На эти цели из бюджета края выделили около 20 миллионов рублей. Эксперимент уроков по самбо уже показал хорошие результаты. Огромнейшей популярностью пользуется особенно у ребят этот вид спорта. И, конечно, как раз выполняя ваши поручения, на следующий год запланировано уже в 300 школах Краснодарского края третьим уроком физкультуры проводить занятия по самбо. Кроме того, и запланированы деньги в размере именно 28 миллионов рублей, опять же, на приобретение дополнительного инвентаря оборудования и дополнительного переучивания учителей физической культуры. Как показал этот год, 146 школ, и везде практически все объездил, сам лично, с коврами, смотрел, как стелили, где-то подсказывали. Помощники мои где-то показывали, как стелить, все. То есть нигде нареканий нет. В большинстве школ люди очень довольны, родители очень довольны, потому что дети уходят с улицы реально. Владимиру Ярченко губернатор края предложил курировать вопросы развития боевых искусств при Министерстве физической культуры и спорта. Проект «Самбо в школу» стал всероссийским. Этот вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. На Кубани уже к 2021 году самбо в качестве третьего урока физкультуры планируют ввести во всех школах. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.